Сегодня организация Байпол, которая объединяет оппозиционно настроенных белорусских силовиков, в основном бывших, опубликовала без преувеличения шокирующую аудиозапись. В принципе, этот ролик, если он подлинный, объясняет все. И мотивы тех, кто избивает протестующих на улицах белорусских городов, и их жестокость, и вообще отношение власти к несогласным. На записи голос, предположительно, заместителя министра внутренних дел, полковника милиции Карпенкова. Как сказано в сопроводительном тексте Байпол, запись сделана в октябре 2020-го на прощальной встрече с личным составом главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Карпенков до недавнего времени возглавлял этот орган, сокращенно ГУБОПИК. Полковник рассказывает о новых видах специальных средств, поступивших на вооружение, имеющих большую травмирующую силу, а также о способах их применения. Применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо вот туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находится. Ну, откачают, откачают. Не будут ли половины головного лома, ну и туда никакого. Потому что, в основном, все те, кто выходит на улицу на данный момент, участвуют в этой рельсовой войне, перерезают участников, которые блокируют дороги, нападают на персонях, нападают коктейль в воздухе. Это террористы. Это лишние люди в нашей стране. Лишние люди в нашей стране. Корпенков заверяет подчиненных, что Лукашенко лично гарантирует им безнаказанность. Кроме того, сообщает о планах Лукашенко по созданию спецлагеря для бессрочного отселения лиц, повторно принявших участие в акциях протеста. Итак, сейчас с нами на прямой связи, если я правильно понимаю, представитель инициативы «Байпол» Андрей Остапович. Да, Андрей, здравствуйте. У нас небольшая путница с гостями, поэтому я была не уверена, что вы с нами на связи, но вы на связи. Это прекрасно. Андрей Остапович, рада вас видеть в эфире дождя. Ну что, первый вопрос очевидный. Как удалось добыть эту запись? Ведь наверняка вам скажут в Минске некоторые, что это вообще смонтированное, это не настоящее аудио, что не было такой встречи. Или она была, а вы смонтировали? Ситуация в том, что мы свои источники не разглашаем, поэтому как добыть ее получилось, мы не можем сообщить. А про то, что она фейковая, не действительно специально сделанная, нам многоизвестно, это человек Ропинков давал интервью на проверенном, как думает, это наша нынешняя власть, телеканале, на гостелеканалах. Можно взять его аудиозапись и провести фоноскопическую экспертизу, которая покажет, действительно это аудиозапись или нет. Предоставить оригинал аудиозаписи мы можем. В том числе это будет журналистское расследование, которое дополнительно подтвердит эту аудиозапись. При этом можно как и инициативно провести еще и психологическую экспертизу в отношении самого Ропинкова по его выступлениям и интервью по видеозаписям, на которых он бегал. Сам разбивал стекла лично. И по этой аудиозаписи пусть дадут его психотип. Видя эту ситуацию и то, что он говорит, как он себя ведет и какую речь использует, как ее строит и занимает такие должности, то это было бы очень даже интересно самому почитать это заключение экспертов на самом деле. Судя по тому, что эта запись оказалась в вашем распоряжении, по крайней мере один человек из присутствовавших на встрече не разделяет эмоции и мысли, вот эти вот, и настрой господина Крепенкова. Правильно ли я понимаю, что кто-то из тех, кто слушал, предоставил вам аудио? Возможно, да. Да. Возможно, да. Ага, поняла вас. Хорошо. Скажите, вот что, на ваш взгляд, это больше 10 минут монолога, наиболее значимо в том, что мы услышали. Ну, первое, учитывая ваш телеканал, российская аудитория, я думаю, важно даже просто услышать нашим российским гражданам, нашим, скажем так, братьям, это то, что, как он даже относится к самим этим гражданам России, как наш режим заявляет, скажем так, что это мы братские народы, но сам в голове это не держит и не учитывает высшее руководство, потому что все-таки Крепенков это заместитель министра. Так он, вот, высказывается о дистанциях, о том, как их тоже надо убивать, почему именно такое мощное оружие, и что важно, у вас не показали, к сожалению, что это оружие было поставлено российской страной в дополнение к тому, что уже у них было. Если брать именно касаемо нас, для нашей страны основной вопрос это вот создание этого лагеря, который они не то что планируют, они уже ведут работы. И в этих самых Ивацевичах уже, скажем так, натягивается колючая проволока, и там каждое слово, которое он говорит, оно имеет большую подоплеку сход, потому что там строят закон и так далее. То есть он очень много рассказывает, когда ты постоянно в этом ручье изучаешь какие-то документы различные, доказательства, все анализируешь, ты понимаешь, про что он конкретно говорит. И, к сожалению, у нас эфир не такой длительный, я бы мог бы разложить этот видеоролик по словам, по блокам и объяснить, к чему он говорит. Вот когда он объясняет, брет на него человек, надо стрелять, можно воспринимать по-разному, брет с оружием, с бутылками и так далее. Но он конкретно упоминал, там, Трояковского убитого, и там человек на видеозаписях просто идет, без бутылок один, без толпы идет, толпа за ним осталась, никто не пошел. И вот когда брет, он и говорит этот случай, что сразу бери и стреляй ему в голову, чтобы он умер там и так далее. Точно тогда же была, не знаю, видели вы или нет, у нас во дворах приехали сотрудники уже с этими новыми пистолетами, и просто один мужчина вступился за женщину, которую задерживали за то, что она ленты, скажем так, развешивала. И он сразу же достал это оружие. Просто человек, попытався вступиться к сотруднику, не притрагивался, начал только подходить, он сразу это оружие достал. То есть они восприняли этот приказ, это разрешение на любой момент, как только они пожелают, доставать это оружие и применять. И расстояние, как уже сказали, близкое. Это оружие используется именно как летальное. Понимаете, вот в чем ситуация. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что вот подобное выступление заместителя министра внутренних дел, что оно является приказом? Что это не просто его рассуждение на тему, а это приказ. Вот, например, идет человек стрелять, не жалеть. Я даже больше скажу, если внимательно посмотреть это видео, он передает слова Лукашенко с совещанием, на котором в том числе он присутствовал. И точно так же другие начальники доводили своим подчиненным. Это был купол именно на видеозаписи. И получается, этот приказ исходил от Лукашенко, который поехали и передавали во все подразделения. И доводили этот приказ. Это действительно приказ, это инструкция, это указание, как использовать это оружие, как подавлять эти митинги, как бороться с народом. В лагерях в дополнение создана база. И то, что там могут воспринимать нас правильно-неправильно, дословно написано во всех документах. И называется эта база «беспорядки». Но без своих же документов они пишут с большой буквы. То есть без выделяем и порядки отдельно маленькими цифрами пишут. И создали с таким названием базу. Я не понимаю, что у них в головах происходит, даже при названии базы. Про то, когда задаешься вопросом, что у них в головах происходит. Честно, я, может быть, риторическим вопросом задаюсь. Но неужели люди, многочисленные сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси, которые слушают то, что мы услышали, которые слушают рассуждения на тему того, как уничтожать граждан Беларуси. Неужели среди них нет тех, кто не готов это принять? Что вы знаете о реакции слушавших господина Крепенкова? Ситуацию поясню, что вначале мы сказали, что большинство в инициативе Байпол уже бывших сотрудников. Бывшими стали сотрудники только из-за всех этих ситуаций, и они уволились. Это не бывшие сотрудники, которые 10 лет назад ушли по тем или иным причинам, или их выгнали и так далее. Это один момент. Но и второй немаловажный, то, что большинство в этой организации – это действующие сотрудники, которые нам в настоящий момент помогают изнутри страны. Каналы наши защищенные, и мы общаемся с ними по защищенным каналам, и я отследить не мог. И многие не поддерживают то, что происходит, и они не хотят, чтобы страны делали конслабель, и чтобы этот режим оставался у власти. И кто с этим не согласен, очень много сейчас пошло сообщений, обращений, и они действительно люди из системы пытаются помочь, и не только из системы. Антиспециалисты обращаются, и из многих других, скажем так, областей. Не хотелось об этом говорить конкретно. И уже пользуясь случаем, я, наверное, хотел призвать, что нельзя допустить, скажем так, реализации этих планов, поэтому обращайтесь к нам. У нас большая программа тех, кто с нашей территории, да и не с нашей, кто может соболезновать, именно с IT-отрасли, готов нам помогать. То есть вот такая ситуация. Спасибо. Спасибо большое. Это Андрей Остапович, представитель инициативы «Байпол». Спасибо за эту беседу и за разъяснение относительно ролика, который наверняка многих поразил, как минимум. И сейчас с нами на связи Павел Латушка, руководитель Народного антикризисного управления, член Президиума Координационного Совета белорусской оппозиции. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вновь рада видеть вас в эфире телеканал «Дождь». Мы с вами с Нового года не общались. И вот как раз такой повод страшный, абсолютно без преувеличения. Вы пишете в паблике, что передадите эту запись, уже обсужденную нами, с Андреем, в Совет Безопасности ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и отдельно официальным властям России и Соединенных Штатов. Вот насколько вы считаете, реакция будет значимой и что-то меняющей, например, со стороны Запада? Ну, прежде всего, действительно, нами подготовлено уже соответствующее обращение как в Совет Безопасности ООН, так и в Институты Европейского Союза, вы абсолютно правы, ОБСЕ, и также Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдепартамент США. Для нас является очень важным информировать о тех ужасающих фактах, которые мы получили в распоряжении благодаря инициативе «Байпол», благодаря честным сотрудникам правоохранительной системы Беларуси, информировать о том, что в Беларуси, во-первых, действует организованная преступная группа, фактически нелегитимный руководитель дает индульгенцию силовикам на убийство, на то, чтобы калечить людей, фактически создается в перспективе условие для открытия концлагеря в Беларуси, лагеря по отселению в Ивацевичах, в соответствующей колонии. Все это факты, которые также могут демонстрировать то, что в Беларуси наступает фактически фашизм, фашистизация фактически того, что происходит в нашей стране. Мы не можем быть к этому безразличны, и я надеюсь, что и международная общественность, звучит это, конечно, немножко пафосно, международная общественность, есть институты, которые могут очень четко и конкретно на это реагировать. Какую вы реакцию ждете, Павел? Смотрите, уже обсуждаются эти санкции бесконечно. Ничего такого, что могло бы изменить позицию Лукашенко или заставить его уйти, не происходит. Во-первых, мы знаем, что есть инструмент достаточно эффективный, ассанкционный инструмент. Сегодня Лукашенко, встречаясь с главой Национального банка и помощником по экономическим вопросам, говорил о том, что это проблема. Он признает, хотя пытается немножко как бы спозиционировать, что мы найдем пути ее решения, и не только свет клином на Европейском Союзе сошелся. Но реально это будет иметь влияние на экономическую ситуацию в Беларуси, и прежде всего на сам режим, потому что санкции именно направлены на то, чтобы оказать непосредственное влияние на режим Лукашенко. Второе, конечно, есть ОБСЕ. Это организация, которая отвечает за вопросы безопасности и сотрудничества в Европе. Это универсальная международная площадка, которая дает нам возможность ставить эту проблематику и добиваться необходимости расследования всех этих фактов. Конечно, по всем правилам жанра, по всем правилам законодательства, генеральный прокурор уже должен возбудить уголовное дело, осуществить задержание Карпенкова, отстранив его от занимаемой должности и начать проведение следственных мероприятий. Но ситуация такова в Беларуси, что в Беларуси правит военная хунта. Мы знаем, что Лукашенко появляется в мундире маршала на регулярной основе, на ключевые посты он назначил военных, фактически опирается на силовой блок. Поэтому мы будем использовать международные инструменты. Конечно, у меня нет иллюзий, что они в один час, в один момент решат все проблемы, которые сегодня существуют в общении, так называемом общении между Лукашенко и обществом белорусским. Но это те инструменты, которые мы в силах задействовать. Конечно, нашим инструментом является и протестная акция, и протестная активность. И мы видим, что люди выходят, вне зависимости от воскресения. Очень жаль, что многие средства массовой информации, в том числе и в России, и за рубежом перестали это освещать. А люди ежедневно выходят на акции протеста. Рано утром, поздно вечером, днем делают флешмобы, выходят колоннами. То есть активность протестная, она не угасает. И она будет иметь и в следующий раз. Но людей, конечно, гораздо меньше, Павел, в это надо признать. Меньше, ну, когда морозы 30 градусов или 20, но мы же понимаем, да? Конечно. У нас еще поступила одна очень важная информация вчера из одного заслуживающего доверия источника о том, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси на уровне заместителя начальника Генерального штаба, начальника оперативного управления, генерала Павла Муравейко, создается подразделение, специальное подразделение, которое будет заниматься ликвидацией политических оппонентов власти, так называемых, по словам власти, предателей за рубежом. И мы также видим физическим устранением. Мы знаем также о той записи, которая была представлена в средствах массовой информации о высказываниях бывшего председателя КГБ генерала Вадима Зайцева, когда он давал непосредственные указания сотрудникам КГБ о ликвидации политических оппонентов власти. И мы знаем то, что произошло с Павлом Шереметом, журналистом, и то, что были под защиту взяты ряд оппонентов режима за рубежом. Сейчас власть планирует продолжить эти действия, эти мероприятия. Есть определенная угроза. Но это еще раз должна, эта угроза нас стимулировать и мотивировать к тому, что мы никогда не согласимся с той ситуацией, когда в Беларуси будет править военная пункта. Большое вам спасибо. Это Павел Латушка, руководитель Народного антикризисного управления и член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Продолжение следует...